Зима будет спортивная. Сегодня в центре Волгограда состоялось открытие крытого ледового катка. Он сможет принимать ежедневно до 500 человек, причем для юных икеистов занятия будут бесплатными. Более подробно Виталий Кошелев. Катание на коньках одно из излюбленных не только детских, но и взрослых увлечений. Правда, из-за капризов волгоградской погоды, сегодня, несмотря на разгар зимы, реализоваться в своем хобби может не каждый. Крытые катки в властном центре можно пересчитать по пальцам одной руки. Бюджетных денег для их строительства не хватает, поэтому городские власти ведут работу по привлечению инвесторов. И вот теперь выйти на лед можно практически в самом центре Волгограда. В части того, что касается важности и значимости, здесь все очевидно. Таких объектов в городе пока нет, а должны появиться. Причем не со стороны городских средств у нас, понятно, таких денег не будет, а со стороны предпринимательского начала такого. Вещь окупаемая, нуждаемость серьезная, востребованность серьезная. Ребята, видите как, уже плакаты подготовили. Я так понимаю, большое количество проходить будет здесь ребят. Сколько по годам ориентируемся? Ребят через каток будет проходить? Оборот. Ну, мы так думаем, если тексты в сутки... Нет, что-то 500 будет проходить. Каток, а точнее целая спортивная арена, размер ледовой площадки около 150 квадратных метров, была возведена на деньги частных инвесторов за каких-то полгода. Проектная стоимость почти 50 миллионов рублей. Однако на одномоментное возвращение средств предприниматели не рассчитывают. Главное, по их словам, доступность услуги для горожан, а также профессиональных спортсменов. К слову, для юных хоккеистов занятия будут бесплатные. Площадка у нас размером 27 на 56, современное оборудование для игры в хоккей, для фигурного катания. Это уже площадка, которая будет принимать соревнования. Крытые комплексы для катания на коньках продолжат строиться в областном центре, заявил глава Волгограда Роман Гребенников. Уже известно, что сейчас готовится проект для возведения подобной арены в Красноармейском районе Волгограда. Виталий Кошлев, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».